Двигатель 2,5 бензиновый, 90 лошадиных сил автоматическая коробка передач. Передний привод. Машина 1987 года выпуска. Загнали машину в гараж. И начали разбирать. Вырезали остатки старого лобового, примерили новое. Так как машина с января стояла под тентом, на улице без стекол в салоне было много гавен воды и остатков старого стекла. Было принято решение вынуть все обшивки и осмотреть на предмет повреждений кузова. В общем, самое критичное место – это пол под ногами водителя. Решено было вычистить ржавчину, прогрунтовать и заантикорить. Ну и потом наклеить шумоизоляцию. Родной ковер был отдан на химчистку, а сидение ждет та же участь, но чуть позже. Каркас родного потолка в хорошем сохране, только отклеилась ткань, скорее из-за того, что рассыпалась поролоновая подложка под ней. Решил таки затягивать в алькантару, осталось найти такую, чтоб попало в цвет. Параллельно заменил насос ГУРа. Был удивлен тем, что в гидраче было залито моторное масло вместо спиджижи. Также засунул наконец на место новый воздушный фильтр. Но итогом дня стала вклейка лобового стекла лобовик заказал в стекло люксы. Были вклеены оставшиеся три стекла, теперь осталось поставить вокруг них хромульки оригинальные и вставить стекла в двери. В выходные вставил последние стекла, которые в дверях. Параллельно заменил личинки передних дверей и заменил правое наружное стекло. Теперь осталось избавиться от ржавчины в ногах водителя, зашумить пол-потолок и собрать салон. Полы и крыша. Так как эпопея со стеклами закончена, двинули дальше. На фотках ранее было видно, что пол в ногах водителя требует внимания. По итогу оказалось, что он сгнил сильно, причем из салона, и требует замены. Ну раз требует, значит заменим. Друг Вован вырезал кусок пола и заменил его расово верным куском двери с такого же доджа-донора. А я в что время выправил крышу и заклеил ее шумовиброизоляцией. Эффект очень приятный. Далее предстоит антикоррозийная обработка пола и его шумоизоляция, а затем сборка салона. Продолжаем щатать его салон. Приехал поутру в гараж, выкатил доджа на улицу и начал разбирать остатки салона, а именно, снял сидение, панель приборов, печку и все, что с этим связано. Разобрал сидухи, чехлы, панель приборов и корпус печки свез домой стирать и отмывать. В печку еще нужно установить заслонки и радиатор, которые будут отвечать за кондиционер, в общем дальше осталось снять шумку моторного щита и заниматься антикорром и шумоизоляцией. Также сделал то, о чем давно мечтал с этим доджем. А именно, упразднил нахрен переключалку скоростей с пола и подключил расово верную кочергу на руль. Перед тем, как перегонять машину к себе, были водружены на место все хромульки обрамлялки лобового и задних стекол. Шумоизоляция. Решил, что раз уж салон разобран, почему бы не заклеить шумовиброизоляции моторный щит и пол. В общем пришлось снять рулевую колонку, педали, вынуть всю салонную проводку для того, чтобы снять штатную шумоизоляцию. Прошелся по стыкам шовным герметиком, предварительно удалив битумный, положенный еще на заводе. А также обработал полы кислотным грунтом, который, по словам знакомых кузовщиков, предотвращает коррозию. Затем заклеил виброизоляции моторный щит, полы под ногами водителя и пассажира. А остатки материала наклеил на пол в ногах задних пассажиров. Сборка салона. Вот и добрался я наконец-то до сборки салона Доджа. Наконец-то заклеил шумовиброизоляцией все, что считал нужным, также приобрел ткань для потолка и аэрозольный клей. Проклеил бипластом все съемные воздуховоды, прокинул пару дополнительных проводов по салону, для открывания багажника кнопкой, а также победил козу салонной подсветки, дело было в неработающем переключателе. Вчера за вечер поставил обратно переднюю панель и раскидал салонную проводку по штатным местам. Также занялся очисткой и обшивкой потолка от старого стремного поролона, который от возраста рассыпался весь, из-за чего ткань потолка отслоилась от основы и висела. Естественно, в процессе сборки не обошлось без косяков, в частности забыл поставить на место воздуховод, который проходит над рулевой колонкой, а это значит опять ронять руль. Но этим буду заниматься уже сегодня. И под конец дня таки постелил отстиранный оригинальный ковер. При сборке салона выяснилась досадная неприятность. Родные динамики известнейшей фирмы Deluxe пришли в полнейшую негодность, то есть прям вещи. Петь они может быть и поют, но издавая при этом кучу других адских призвуков и прочего всякого. Совершенно неожиданно для себя нашел в автограбители динамики подходящего размера, в общем теперь в передней панели лежат новые алпайны. Далее занялся такие доделкой потолка. Для чего был приобретен аэрозольный клей Абро. Собственно примерил тряпку, обрезал с допусками, нанес клей на основу и положил тряпку сверху, и очень нежно и лесково начал гладить мягкий флок рукой. Результат порадовал, использовал помощника, в четыре руки клеить и натягивать потолок проще. Также установка потолка повлекла за собой установку всех пластмассок по салону, в передней его части, в частности порогов, накладок стойк лобового стекла и средних стоек, и еще непонятных залипух, крепящих обшивку потолка к кузову. Добрался до сборки багажника и задней части салона. Осталась только правая накладка, но так как она треснута, ее сначала нужно восстановить. Также снял карты дверей, отвез домой, дабы отмыть и прохимчистить. Собственно, крупные работы по машине завершены. Додж готов в езду. Провел тестодрайв, очень годно и приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok